ПЕСНЯ Товарищи, вы находитесь на выставке образцов оружия, взятого Красной Армией у немецко-фашистских оккупантов. На выставке собраны образцы оружия Германии и ее сообщников Италии, Румынии, Генгрии. Здесь оружие порабощенной Франции, Чехословакии, Бельгии. Мы боремся со всем военным опытом, захваченной Гитлером Европы, со всеми ее ресурсами. Под водительством маршала Сталина наш народ остановил фашистские полчища и погнал их на Запад. САМОЛЯТ МЕСТЕРШМИХТ-109М САМОЛЯТ МЕСТЕРШМИХТ-109М САМОЛЯТ МЕСТЕРШМИХТ-109М САМОЛЯТ МЕСТЕРШМИХТ-109М САМОЛЯТ МЕСТЕРШМИХТ-109М САМОЛЯТ МЕСТЕРШМИХТ-10М САМОЛЯТ МЕСТЕРШМИХТ-109М САМОЛЯТ САМОЛЯТ МЕСТЕРШМИХТ-109М Сам Мессершмитт и знаменитая семья Мессершмитта. Они бывают разные. 109А, 109Б, В, Г, Г1, Г2. Их потолок выше, чем в Поке-Вульте. 11 километров. Это хорошо. Тем ниже им падать. Как говорится, хорошо летает, где-то сядет. Это сел неудачно. Часто они падают на землю в таком виде, что их надо собирать метлой или граблем. Об этом может рассказать герой Советского Союза полковник Токая. КОНЕЦ Это гордость германской зенитной артиллерии. Стреляет вверх на 15 километров. Управление автоматизировано. Ставится для охраны важнейших объектов. Немцы считают, что это гарантирует безопасность их городов и промышленности. Такие зенитки стоят в Берлине, Гамбурге, Кельне, Руре и прочих горелых и разбомбленных местах. Вот щетверенная зенитная установка. Тысяча пуль в минуту. Радиус обстрела 360 градусов. Гаубица. Калибр 211 миллиметров. С ней целая компания тяжелых орудий. Они были нацелены на Москву. И действительно попали в Москву. Сто процентное попадание. Целиком. Вместе с лафетами. Эта мартира сделана в Чехословакии на заводах Шкода. Она обстреливала Ленинград и била польду Ладожского озера, разрушая ледяную дорогу, по которой мы стабжали население Ленинграда. Тяжелый вес орудий. Еще тяжелее вина Германии. И еще тяжелее будет расплата. Немцы собирались воевать молниеносно. Скоро они будут праздновать пятилетие с начала молниеносной войны. Много танков собрали немцы. Вот танк задушенной Чехословакии. Вот итальянский танк. Он удачно удрал из песков Египта. Но завяз в снегах России. Вот танк Венгрии. Туда конь с копытом, туда и рак с пляшнем. Вот бедный Самуа. Виши продала его вместе с Францией. Вот германская артиллерийская установка типа Фердинанд. А вот сам Фердинанд. Чудовище. Нарисован слон. Называется Тигр. Боевой вес 60 тонн. Передняя броня 100 миллиметров. Бортовая больше 80. Вооружение 80-миниметровая пушка, два пулемета и подкова. На счет. Подкова помогла. Тигру повезло. На его шкуре ни одной пробоины. Наши артиллеристы изучают его в целом виде. Надо же знать, как этих тигров бить, чтобы привести их в такой вид. Перейдя к обороне, немцы создали бронированные пулеметные точки. Вот посмотрите. Это серьезная штука. Глобовая броня 150 миллиметров. Зад послаблено 30 миллиметров. Внутри печка и вентилятор. Сидят там два человека. Точка захвачена 15 июня 43-го года. Инженерная часть немцев. Бонтонные мосты, лодки. А это гидрогрюки. В такие штаны залезает фриц и ходит по воде, когда ему нужно чинить понтон. Приспособление, чтобы вылезти сухим из воды. Отдел филла. Автомашины. Вот это Шкода. Это Мерседес-Бенц. Это Рено. Да, милый мальчик. Грузовик Рено очень хороший грузовик. Пикитонный. Французы его плохо охраняли. Достался немцам. Вот специальная машина для зенитной установки. Я не завидую этому шоферу. Этот санитарный автомобиль Майлки Ганза Ллойд до войны развозил шоколад. Теперь возит раненых. У немцев много специальных автомобилей. Много машин с дизельными установками. Много вездеходов на гусеничном ходу. И автомобилей с несколькими ведущими осями. Это один из павильонов. В нем боеприпасы, стрелковое оружие, минометы. Всего не пересмотришь. На выставке несколько десятков тысяч таких экспонатов. Образцы легкого немецкого оружия. Наступает осень. Посмотрите зимнюю одежду фрицем. В немецком сукне утильные очесы шерсти 15% вискоза. Опять холодно будет фрицем. Очень холодно. Оргина не греют, а полушубков нет. Это только образцы вооружения. Если собрать все трофеи, захваченные Красной Армией, не хватило бы места на всех московских площадях. Наряды запрудили бы все улицы. Автомобили заставили бы все дороги до ближайших городов. Непобедима наша Москва. Непобедима наша армия. Непобедим наш великий народ. Оргина не греют. ПОДПИССКИЙ СООБИН Непобедима наша СТОНОВ Непобедима нашей ТВ-5-5-6-7-24-7-63-7-16-6-8-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-8-6-6-7-6-6-7-6-6-7-6-7-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-7-6-6-7-6-6. Продолжение следует...